Привет! Мы сейчас находимся в Ховрине, на севере Москвы, около железнодорожной станции Ховрина, в районе западной Дегунина. И здесь, как раз от Ангарской улицы и до железнодорожной станции Ховрина Ленинградского направления, от Ангарской улицы и железнодорожной станции Ховрина, и вплоть до детского сада, недалеко от Базовской улицы, проходит Новая улица. Двухсороннее движение стабильного транспорта в одной полосе в каждом направлении. Длина ее составляет чуть более одного километра. Улица названа еще в начале 20 века, хотя эта территория до 1360 года была Подмосковьем. Так вот назвали эту улицу, потому что она была более новой, чем соседняя улица. Но сейчас название кажется очень странным, потому что, ну что значит Новая улица? Какая же она новая? Ей уже там сколько лет, да, и у нас есть полно улиц Сапановей, которые называются. У нас она совсем недавно, их тоже можно назвать новыми улицами. Ну видите, у нас бывают такие названия, довольно смешные, непонятные, непразумительные в Москве. В принципе, это встречается сплошь и рядом. Так что понятно. Ну видите, такое историческое уже получается название. Это название уже получается больше 100 лет. И когда ее называли, она действительно была новой. Это было в Подмосковье, где находилась в Подмосковье деревня, чем на Дегунино, там может другая какая-то деревня. Там рядом находилась Хобрино. И, соответственно, эта улица была создана новой, в начале 20 века, в сравнении с теми улицами, которые в этой деревне, которая тут находилась, да, они, соответственно, были до этой улицы. Потом проложили эту улицу и назвали, ну, новой улицей, да, для вот сельских жителей, которые тут жили и так далее. Ну а потом как-то вот, в общем-то, название, оно так и повлилось, так сказать, и в ряд московских названий, когда эта улица в 2060 году уже вошла в Став Москвы, это название, оно сохранило. И отначально было утверждено в 2080 году. Вот так вот. То есть не стали их именовывать, хотя сейчас, конечно, это название кажется нелепым и явно устаревшим. Вот, ну, на улице находится довольно много жилых домов, преобладают 4-5-этажные 60-х годов постройки, но есть также 14-17-этажные 80-х годов постройки. Ну, то есть все дома советского времени, только есть, так сказать, такие вот 60-х годов, еще старые дома относительно, да, ну, а есть уже такие поздние советские 80-х годов постройки. Вот они, конечно, резко отличаются друг от друга. Ну, и по программе реновации вроде бы хотят снести 4-5-этажки, ну, по крайней мере, нет, два дома точно. Под номерами 21 и 22 внесены в программу реновации, их снестут, ну, другие, не знаю, может быть. Ну, и самое главное здесь объектом является, да, ну, есть тут детский сад тоже, вот. Есть заброшенный детский сад, действующий детский сад по номеру 12, построенный в 2008-м году, а заброшенный по номеру 6-я. Также есть спортивный клуб «Спорт стиль» по номеру 7 здания, есть заброшенный корпус номер 2 института путей сообщения, здания по номеру 6. Ну, и самое главное здесь объектом, конечно, является Ховринский дом культуры «Железнодорожник». В самом начале улицы, прямо недалеко от железнодорожной станции Ховрина, зданий по номеру 2. Зданий был построен еще в 1339 году, ну, вот именно как дом культуры «Железнодорожников», поскольку рядом железнодорога, ДПО Ховрина находится, около станции Ховрина. Ну, и для железнодорожников вот построили дома культуры, тогда строили для заводчан, там, многих работников разных заводов, особенно крупных, ну, для железнодорожников тоже, но построили тут дом культуры. Ну, вот, в 1095 году его отремонтировали, реконструировали, но сейчас оно все равно тоже мешает, хотят, вроде как, опять его снова, так сказать, уже отремонтировать заново. Ну, и в нем сейчас размещаются разные культурные мероприятия и всякие торговые распродажи, типа ярмарок и так далее. Ну, уже, естественно, как дом культуры «Железнодорожник» оно не используется, конечно, железнодороге оно уже не принадлежит. Ну, это такой обычный, как бы, центр досуга для жителей вот этой улицы, ну, и окрестных улиц западного Дегуни, который тут вот рядом находится, около станции Ховрина. Ну, вот так, что можно вот, в общем, сказать, оно такое оригинальное, потому что оно сохранилось вот в своей основе еще вот с 1850 года. Получается, ему уже около 100 лет, да, ну, чуть поменьше. Вот это самое главное. Ну, а так, в принципе, улица неплохо озеленена, так что, в принципе, она довольно благоприятна для прогулок, можно погулять, но каких-то достопримечательностей здесь, в общем-то, нет, как мы видим. Ну, а добраться сюда, конечно, лучше всего по железнодороге, естественно, от Ленинградского вокзала, там от метро, от флакона Петровского-Козумовская, от наименной станции метро дальше до станции Ховрина, выходим и тут же попадаем на эту улицу. Вот она идет прямо от станции, от этой площади пресанкционной, и дальше туда, вот от Ангарской улицы, и туда вот, вот, практически почти до Базовской улицы. Ну, вот, получается, она такая тупиковая, да, ну, почти до Базовской, да. Ну, вот, ну, можно доехать от метро Петровского-Козумовского на автобусе 191, можно от метровичного вокзала доехать на автобусе 200, на остановке Весенняя улица. Ну, вот так вот, ну, и какими-то другими путями, но по самой улице общество нас тут не проезжает, так что все равно как-то вот на доходный путь, всегда добираться. Вот, по самой улице на автобусе не проезжаешь. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.